К следующему теме, тогда перейдем, тоже такой большой, это события в Грузии. Задам сразу, хотя тут есть у нас несколько вопросов, первый от Федора. Валерий Викторович, происходящее в Грузии, это попытка осуществления того же плана, что и планировался через Молдавию, либо это нечто иное? Иное. Ну и давайте сразу второй. Давайте. Денис пишет, понятное дело, что то, что происходит сейчас в Грузии, это заранее спланированный цирк. Кровавый обязательно добавлять надо. Усиливающий и до того русофобские настроения для поддержания горячих точек на наших границах. Я вот не пойму основную цель, которой добиваются кукловоды. К чему этот госпереворот устраивать, если и так во главе государства стоит человек западной школы, которая ненавидит Россию и ведет политику в стране антироссийскую? Либо это просто якобы попытка в кавычках госпереворота, либо схватка глобальщиков и страновиков за влияние? Вот последнее абсолютно правильно. Дело в том, что западные, это разные западные. Есть страновики американские, есть страновики европейские, есть глобальщики, которые присутствуют и там, и там. И здесь очень много вложенных вопросов. Придется говорить просто коротко Грузия грузины. И вот поэтому нужно будет сделать уточнение, что народ Грузии как таковой, он жертва в этом процессе. То есть это не про Россию, то что там происходит. Это про Грузию, это про грузинов. Вот в мае этого года на ресурсе «Грузия онлайн» была опубликована статья «Русские в Грузии. Хорошо или плохо?» Так вот, автор там, я просто зачитаю конец этой статьи, чтобы было понятно. Живущие в Грузии русские никакой опасности не представляют, даже если время от времени кто-то из них красуется в социальных сетях с георгиевской ленточкой. У нас на 9 мая выходили на улицу люди с красными флагами и портретами Сталина, не российские экспаты, а наши, родные соотечественники. У нас дома работает общественный институт, который проводит интересы Кремля в десятки тысяч раз более эффективно, чем самый ватный русский экспант, наша с вами родная грузинская православная церковь. У нас дома по внедрению ватных идей гораздо более активно, чем РТР, работает несколько местных газет с большими тиражами и телекомпанией со средней численностью зрителей. Сегодня опасность грузинской государственности представляют не российские экспаты, а наши с вами глупые соотечественники. Поэтому не стоит выискивать в социальных сетях живущих в Грузии россиян, надеюсь, уличить их в скрытом путинизме. Главные путинисты этой страны рядом с нами, наши с вами родственники и соседи. Если никто не понял, это прямая заявка на гражданскую войну. Это объявление гражданской войны, это объявление геноцида грузинского народа, который будет осуществляться руками же грузинского народа. Прежде всего, Грузия – это не государство. От слова «совсем». Никакого государства Грузия не существует с 1490 года. Все. Вот чтобы это понять, нужно, снова повторяю, прочитайте работу государства «Это система выживания народа». Современная возможность заявить какой-либо национальности о своем национальном государстве начинается только лишь, если есть численность в 10 миллионов человек, численность населения. И при этом это население обладает приоритетами, компетенциями, относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. У Грузии 3,5 миллиона населения и полное отсутствие приоритетов обобщенных средств управления. Абсолютное отсутствие. Грузия – это, так же как и Прибалтика, геополитическая точка, которая была структурно передана Советским Союзом под управление, структурное управление Соединенными Штатами Америки. Это сделал Эдуард Амбросевич Шеварднадзе за возможность сдать своих грузинов в рабство Соединенным Штатам, а он, чтобы был, надсмотрщиками над ними. Потому что сам мечтал быть рабом у Соединенных Штатов. Ради этого он и разрушал Советский Союз, отдавал русские территории безраздельно Соединенным Штатам. Ради того, чтобы грузины находились в рабстве у Соединенных Штатов, и он был надсмотрщиком. И здесь надо понять простую вещь. Идет специальное стравливание грузинов с грузинами. И есть абсолютное непонимание роли России, что она из себя представляет. И вот здесь на одном из телеканалов выступает представитель Грузии, весь патриот Грузии. Но кому он претензии выставляет? Так же, как и Зорубишвили, как и все остальные, он выставляет претензии России. Как же так? Вы же должны понять. Это же вот из-за России произошла война в Грузии, и теперь вот люди, которые протестуют против России, ненавидят Россию, это же бывшие беженцы из Абхазии и Осетии. Минуточку. Но разве это Абхазы пришли убивать поголовно грузинов в Тбилиси? Или грузины пришли очистить от Абхазов Абхазию? Пришли убивать в Осетию? Это что за дела такие? Взять этот, кто называется, знаменитый грузинский фашист Миминота. Как он обиделся? Это что же за дела такие? Это что же такое? Нет, чтобы объединиться с нами и убить всех осетинов, освободить территорию. Русские, понимаете ли, тут осетинов защитили, еще и разгромили всех, кто пошел убивать женщин и детей. Они же грузины. Они имеют право. Фашистская идеология вы в элите. Она очень и очень сильная. И она представляет огромную опасность для будущего самой Грузии. И нужно вспомнить, как вообще Грузия оказалась в составе России. И откуда вот такие настроения у элиты? Ведь, смотрите, в 1783 году Георгиевский трактат. Грузия, которая находилась на грани полного уничтожения. Вообще полного уничтожения. Чтобы это понять, еще раз говорю, государство, система выживания народа. В чем оказалась Грузия? Грузия оказалась между двумя мощными субъектами управления, центрами концентрации управления региональной значимости. Это Персия, Иран, и Османская империя, Турция. И они воевали за Грузию. Между собой Грузия была призом. Чтобы спастись грузинам, нужно было примкнуть к какой-то стороне. И в Персии, и в Османской империи у грузинов будущего не было. Будущее было только в России. Но видели ли все это грузины? Нет. Часть элиты это видела, часть элиты этого не видела. И результатом того, что Россия защитила по Георгиевскому трактату, как только опасность отошла на второй план, все, вы там идите отсюда, вы нам не нужны, вы сейчас с турками воюете, а мы сепаратный договор с Турцией заключим. Как Турция начала щеметь? Русские, вы виноваты в том, что мы вам плюнули в лицо, вы ушли, мы вас выгнали, а нас теперь, понимаете, турки режут. Вы виноваты. Мы же с вами подписывали, Георгиевскому трактату, но четвертый-то пункт вы же нарушили. Вы же разорвали, вы ушли. Вы решили, что вам выгоднее с турками теперь. Нет, нас же теперь уничтожают. А тут персы подключились. Семь лет грузинская делегация сидела в Санкт-Петербурге и просила русского царя принять Грузию под свою защиту. И у грузин вариантов не было. Почему они просились? Что делала элита Грузии, когда она находилась между двух огней? Персии и Османской империи. А она рассчитывалась своим собственным населением, мальчиков в армию, в рабы, девочек в гаремы. И платили, платили, платили. И вдруг выясняется, князей море, а крестьян-то, которыми платить, уже нет. Все. Чего делать-то? Как спасаться? Приняла Россия. И результат. Присоединение Грузии дало княжеских родов России столько, сколько было во всей Российской империи. Одна Грузия дала. У них не было ничего, кроме титула. А Россия им дала все положение в обществе равное. Сразу. Вы князья, значит, вы элита России. Приняла ли вся грузинская элита такое отношение, когда мы своими штыками пошли на конфликт из Персии и с Османской империей защитили Грузию? Нет. Все знают русского героя, русского генерала Петра Ивановича Багратиона. Наследника знаменитой царской фамилии Багратионов. Но в то же ровное время, когда Петр Иванович Багратион сражался за интересы России, Российской империи, за интересы Грузии в составе Российской империи, потому что только Россия не будет уничтожать этнически и культурно, культурную идентичность Грузии, пока Петр Иванович сражался за это, за свою родную Грузию в рядах императорской российской армии, Александр Багратион уж не знал, к кому примкнуть, лишь бы только воевать против России. И чтобы Грузия оставалась разменной монетой в руках любого соседа Турции, Персии, кого угодно, только не России. Почему? Быть в составе Великой России и, значит, в общем-то, изменить свое отношение к народу. А вот этого не хотели. И они видели, вот эти элиты грузинские, которые видели в том, что, а чего? Ну, закончились у нас обычные крестьяне, которыми дань платить. Ну, у нас же есть еще вон сколько князей. Мы врагов своих отдадим в рабство. Их детей, пусть мальчики в солдаты, а девочки в гаремы пойдут. И нам еще какое-то время хватит. Ровно за это сражался Александр Багратион, Багратионий, чтобы платить другими знатными родами вместе с обычными крестьянами дань Османской империи и Персии. Но при этом остаться полновластным властителем, пусть маленького такого своего кусочка, но зато все. Я здесь распоряжаюсь как хочу. Ради этого уничтожили Советский Союз. Вот именно ради вот таких устремлений. Ради этого Шеварднадзе сдал в рабство Грузию. Грузия не имеет вообще ни одного шанса сохранить свою культурную идентичность вне состава России. Говорят, что Россия им там мешает, русский мир. А в чем тут суть? Должен был состояться гей-парад. Одно из культовых мероприятий западного мира. Это вот когда показывают кто есть кто. То есть вы хотите сохраниться в будущем как национальность, как культурная идентичность или не хотите. Гей-парад это ставить крест на своем будущем. И вот все, кто выступают за эти западные ценности, они выступают против будущего Грузии, против ее культурной и национальной идентичности. И здесь нужно понимать следующее. Вот это мероприятие было заготовлено давно. Оно было заготовлено еще глобальщиками в плане разрушения России, уничтожения русской православной церкви, вообще православного мира. И когда была создана православная парламентская ассамблея, то Грузия три года добивалась проведения этой ассамблеи парламентской сессии у себя. Зачем? Ровно для того, чтобы совершить вот эту провокацию. Им нужно разгромить грузинскую православную церковь, им нужно ликвидировать культурную идентичность грузинского народа. Его нужно втянуть в братоубийственную гражданскую войну по любому расколу. Теперь вот, как видите, предлагают вообще воевать со своими родственниками в семье. Уже не надо там абхазов, осетинов выбирать. Уже в семье предлагают воевать. Они к этому ведут, ради этого вышли. В этом их западные ценности. Поэтому здесь вот сразу реакция России надо сказать в общем-то нормальная сразу. Туристам не надо туда. Почему? А вы вспомните, как там на трибуне орал «Я вас убивал, убиваю, убиваю и убивать буду». завтра будут убивать туристов. Это будет сразу предъявлено Путину. А ты чего смотрел-то? И Путин правильно сразу моментально среагировал. Все, давайте бурлить. Если есть позитивные силы в Грузии, надо, чтобы эти позитивные силы работали на то, чтобы Грузия сохранилась. А что сейчас мы видим? А сейчас мы видим, что Грузия в общем-то существует за счет России. Вообще на постсоветском пространстве нет ни одного государства, которое бы не существовало за счет России. Война 8-8-8-8 выявила, что из российского бюджета деньги просто перекачивались в Грузию, и частично Путин это финансирование прекратил. Частично. Но многие проекты, в том числе государственных холдингов, они по-прежнему завязаны на Грузию для того, чтобы обеспечить ее устойчивость. Это вообще задумка глобальщиков, и она реализуется раз за разом по отношению к России. Исторически раз за разом реализуется, когда врага России против себя должна содержать Россия. Ну, вот пример. Чеченские, в смысле, по войне в Чечне, а на самом деле такие же игиловцы, космополистический сброд, который был, он воевал в Чечне. Вот они воюют в Чечне, лечатся в Грузии, в Грузии, в Грузии тоже лечились, в Турции. Турецкий спецназ воюет против наших солдат, режет головы нашим солдатам. А чем озабочен Ельцин в 90-е в святые? Тем, чтобы у Турции процветал бизнес, туризм и все челночники, чтобы ехали туда. То есть, Россия сама финансировала свою войну против себя в Чечне. Россия оплачивала за счет туризма и челноков в Турцию функционирование вот этой всей как там их назвать маргинальной вот этого всего многонационального сброда чеченских террористов, которые воевали против России. Где укрывались чеченские террористы? На территории Грузии. Откуда они совершали набеги на Россию? С территории Грузии. Грузию кто содержал? Мы содержали. И по-прежнему мы содержим. И вот сейчас надо понимать простую вещь. 100% бизнеса, которые ведут грузины здесь на территории России, используются для того, чтобы в Грузии насаждать антирусские настроения. Самоубийственные для Грузии. Грузия сама себя уничтожит. Это вот как язва она себя пережрет. 100% скажут да нет, да вот там, да как не может быть. Либо напрямую финансируют антирусские настроения, либо если они... Ну вот разве можно осудить, когда человек живет здесь в более-менее благополучных условиях и помогает своим родителям и родственникам в Грузии? Нельзя! Это нормально! Когда родственник помогает родственнику, особенно когда родителям. Но вы понимаете, когда он решает эту задачу выживания для одного, второго, третьего, вот так вот родственники, они же снимают тем самым социальное напряжение и позволяют вот они выживание сняли, а в это время информационное поле формируется антирусское. Ну где оно не будет антирусское? Когда вся вот эта шпана вышедшая на грузинский Майдан, она видит сколько не плюй в Россию деньги из России на то, чтобы Грузия существовала идут! И финансируются все эти антирусские настроения идут! Потому что повторю, те, которые здесь зарабатывают деньги для того, чтобы финансировать, чтобы в Грузии убивали русских или вообще любых других, чтобы там была гражданская война, они напрямую это делают. Но люди, которые помогают выживать в сложнейших условиях, хотят своим родственникам, хотят они того или не хотят, они снимают часть обеспечения, вот там бы была совсем другая экономическая ситуация, если бы они не помогали. Но они помогают и тем самым снимают вот этот напряг, на основе которого формируется антирусская поле. Что нужно сделать? Пересмотреть концептуальные основы деятельности, чтобы, когда человек помогает своим родственникам, это не служило залогом того, что на основе этого можно выстраивать антирусские настроения. Но для этого надо пересматривать государственные программы, государственные взаимоотношения между Россией, Соединенными Штатами и Европой. В чем проблема Зурабишвили? Это переход управления Грузии из структурного управления Соединенными Штатами под структурное управление со стороны Евросоюза. И поэтому, естественно, они тут же обвиняют во всем России. И там, и там враги. Но и те, и другие абсолютно не дадут возможность Грузии сохраниться в качестве национальности, сохранить свою культурную идентичность. Как это дело обстоит? Государство, система выживания народа. Здесь очень много зависит от того, как поведет себя простой народ. Именно какие процессы будет поддерживать, пойдет ли откликнется на призыв убивать русских, с которым приехал на Донбасс с концертами Мимино? Ах, вы не хотите, чтобы мы весело и дружно убили там Абхазов и Осетинов? Тогда я поеду на Донбасс, чтобы вас там убивали. И буду концерты давать нацистам, карателям, которые убивают женщин и детей на Донбассе. Сколько он им концертов дал? Элиты в советское время целенаправленно воспитывали антисоветские, антирусские, для того, чтобы можно было потом растащить по национальным квартирам. Это целенаправленно. Все народные фронты координировались КГБ и ЦК КПСС. Именно они обеспечивали движение. А потом пусть вспомнят те сказки, которые они проговорили про разгон демонстрации в Тбилиси в 89-м году, и про то, как реально сейчас демократически вежливо их разгоняют. Тогда только сказки, только вранье, а сейчас вот они реальные факты. Про пострадавших я имею ввиду. Ну и на Украину Татьяны два вопроса. Тоже постараюсь как один задать по Зеленскому. Зеленский фигура не самостоятельная, судя по всему, находящаяся под управлением страновой элиты. Не совсем так. Но при этом на встрече с Макроном Зеленский указывает ему на ошибочные выводы, озвучивает нежелание вести переговоры с сепаратистами, выставив при этом президента Франции дураком. На сегодняшний день Макрон работает на стороне глобальщиков. Так почему тогда ГП позволяет такое некорректное поведение Зеленского? И вы говорили, что сейчас на Украине идет борьба между кланами за выбор хозяина. Так вот можно ли считать, что хозяин таки выбрал Зеленского и его минует наказание за нарушение правил? Нет. Нет. Значит что касается Макрона, чтобы здесь было понятно. Макрон постоянно колеблется и конечно сейчас его больше держат в руках глобальщики, нежели страновики. Но тем не менее нет-нет, да у него выверт случается. Что касается Зеленского, то это вот вообще никто и звать его никак. Он выбрал такую позицию. Вы там сами решите кем я буду, на кого я буду работать, а я в управление сейчас вообще не вмешиваюсь, вот все, вы между собой там перед над государственным управлением, вы же меня поставили, я вообще не в курсе и все прочее. И поэтому все что он приехал, это с ним Макрон поговорил как с человеком, ну который примерно уровнем Макрона, то есть обладающий какой-то субъектностью, какой-то. и соответственно этому Макрон понимая, что все, что сказано за столом переговоров, за это человек несет ответственность. И вот они переговорили, они обговорили, выработали позицию, только потом идут на пресс-конференцию. И Макрон думая, что Зеленский обладает какой-то субъектностью, высказал то, что переговоры это и есть минский формат, но Зеленский субъектностью не обладает никакой, но он понимает, что те два клана, которые сейчас бьются и договариваются, как там дальше будут они сосуществовать, и кого, кто, какое наказание будет, наказание будет для всех однозначно. Весь вопрос только в том, что наказание может быть отсрочено. Вы посмотрите, как Саркази до сих пор выворачивает всю требуху. Только, только успокоится, только все разойдется, его опять бах, 18-20 часов такого допроса, так пропрессует все окружение, и снова вот ему не дает. Ужасный конец, он лучше, чем ужаса без конца. За то, что Саркази проиграл дипломатическую схватку Путину за Кавказ и не развязал войну на Кавказе и не повторил ее, не сделал с Кавказом то, что было сделано с Косово, когда все дружненько поубивали, ну, там в данном случае нужно было убить Абхазов, Осетин, там все, и все это делалось бы под прикрытием войск НАТО, Саркази не смог это сделать, хотя Дмитрий Анатольевич Медведев сделал все, чтобы у Саркази получилось, но как Саркази плакал и умолял прилюдно Путина в Пекине, вон, Медведев, держит войска, не дает, мы уже сутки, ну, дайте нам еще время, мы дальше зачистим Осетин и все будет хорошо, Путин не позволил убивать людей, и вот Саркази проиграл эту схватку, он должен был это сделать, обеспечить, чтобы Путин не смог защитить интересы России и интересы народов Кавказа, в том числе и грузинского населения, и поэтому мы, разгромив фашистскую армию из грузинских ублюдков, не стали сокрушать грузинскую государственность, а мы могли структурно перехватить управление Грузией тогда, могли, но всякому овощу свое время, и у грузинского населения должно быть понимание о добровольном возвращении в единое русское пространство, и они выбирают либо следовать путем Петра Ивановича Багратиона, либо Александра Багратиона, у них развилка, быть Грузии или исчезнуть на потребу каких-то элитарных вожделений. Так вот, наказание всегда будет. Вопрос, когда оно будет? И Зеленский, он вообще ничего не представляет. Он даже не понял, о чем его, что сказал Макрон. Он мог совершенно по-другому, но он настолько перепугался, что сейчас приедет и хозяин спросит с него, как это так, какие-то переговоры с террористами, сепаратистами. Он даже не понял, что речь идет о минском формате, который он в своей же речи сказал, что он будет его соблюдать. Он нарушив все протоколы и показав, что он вообще не ну просто вот я даже не знаю, как этого человека идентифицировать. Он никто, он даже места не может представить. Вот когда Рональд Рейган избирался губернатором, он сказал, я играл королей президентов. Неужели я не сыграю губернатора? Зеленский играл президента своей собственной страны и оказалось ни в коня корм. Он вообще не понимает ни как молвить, ни как ступить. Имеется ввиду ходить, а не то, что ступить, имеете ввиду тупить. Он не знает, как это все по-царски чтобы соблюдение. Он испугался, за свою шкуру и накосячил. Он не понимает. Ему нужно было с Ангелой Меркель нарушить протокол. Да он бы стал вообще лидером просто. Если бы он сделал отмашку. Ребята, все, давайте человеку не до церемонии проведем в следующий раз. Человека надо. Он видит, что женщину трясет. Она сейчас может упасть, рухнуть. Ей требуется срочная помощь, но у него сочувствия нет. У него человечности в нем вообще нет. И он ничего в управлении не представляет. Он знает, ему сказали стоять. И он стоит. А что там дальше делать, его вообще не касается. он уклонился от всех разборок, а на Украине еще не закончилось разборки. Вот посмотрите, американские страновики и глобальщики сцепились. На Украине с переменным успехом дело идет. В Молдавии там спокойненько страновиков прижали так, что Плохотнюк вообще неизвестно как сбежал и где прячется. и все остальные тут же начали по щелям разбегаться как тараканы. В Грузии эта задумка была под разрушение Евросоюза. Но поскольку Советский Союз Россия разрушался не по графику и Россия вдруг начала вставать, то вопрос переформатирования Европы, снесения старых государств, формирования на них новых, формирования новых народов, новых языков, новых государств, он встал в сторону, в отстой. А кто называется католическая церковь уже полностью дискредитирована. Провели встречу Папа Римский с нашим патриархом на Кубе. Пожалуйста, берите под окормление Европу. У вас есть еще духовность, у вас есть традиционные ценности, вы еще стабилизируете Европу. А разрушение РПЦ, грузинское РПЦ, было заложено ровно для того, в Грузии, чтобы перестраивать постсоветское пространство и Европу. Это отложилось, значит, и атака на грузинскую православную церковь должна была быть отложена. Но там управляют страновые элиты США, а им во что бы то ни стало нужна война на постсоветском пространстве, нужен конфликт, нужна битва, бойня. И они активировали Грузию. Но для Грузии это финал, это вообще выбор. Останутся грузины в будущем или не останутся. Грузинская элита раз за разом в своей основной массе выбирает самоуничтожение. Это исторически с 1490 года все Грузия шагает к прямому историческому небытию. Не только как государство. Государство они там все. Это исторически в общем-то предусмотрено. Если не смогли состояться центром концентрации управления, значит вам нужно будет куда-то входить. Не смогли удержаться, стали полем боя двух субъектов управления. Значит нужен третий, который вас защитит. Нашли в лице России. И что? Сами же воевали против своего будущего. Поддерживали всех врагов России. И грузинские меньшевики они точно так же ненавидят Россию и Грузию. Они тоже мечтали о том, чтобы Грузии не было, чтобы там не говорили. Сейчас будут рассказывать, ах вот они какие там это, все за грузинское государство, а злые большевики пришли, и они вынуждены были бежать. Зато он из Европы теперь понимаете прислали сотрудника французского МИДа, который президент. Кстати, вот в работе государства системы выживания народов там этот феномен описан, почему это происходит. Нет у Грузии возможности выжить, кроме как в едином русском мире. Сами себе сейчас выбирают. Для страновиков Соединенных Штатов критически важно, чтобы в Грузии началась большая бойня. Большая бойня. Путин, убирая наших туристов и прекращая сообщение авиационное с Грузией, способствует тому, чтобы этого не произошло, чтобы перебурлило там и все-таки успокоилось. Это последний вопрос. Вот, уважаемые друзья, так или иначе мы все время касаемся вопросов знания о том, как управляются сложные социальные суперсистемы. Так что предателей везде хватает. Надо разобраться с этим. А как разобраться? Надо знать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. То есть нужно осваивать знания, изложенные в концепции общественной безопасности достаточной общей теории управления. Но читать в качестве учебников только работы, выпущенные до июня 2018 года. Они не редактированы, эти материалы. Все, что опубликовано после июня 2018 года, ну, ребята, вы потом, когда освоите теорию, вы прочитаете, вы будете поражены. Просто поражены, что там написано. Но к вопросу, почему так произошло, не сейчас, попозже. А пока осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте концептуально властными. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч. Игорь Негода. Счастья. 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 Продолжение следует...